Всем привет, дорогие! В этом ролике я хочу поговорить с вами о обработке войса, voiceover. Часто бывает такая ситуация, когда необходимо для нужного проекта нам записать какие-то войсовые вставочки по типу атак, поражений и так далее. Вот сегодня мы попробуем разобраться, что для этого нужно. Топ моих 10 обработок для различных персонажей, скажем так, вот. Что важно вообще в работе с такими штуками? Конечно же, нам необходима правильная подготовленная акустическая комната, либо это кабинка, либо комната с акустикой. Еще, бывает, спасают нас такие акустические экраны. И данный экран помогает уже оградить какие-то искажения, отражения в вашем помещении и сделать более качественную чистую запись. Это первый момент. То есть качество записи нам необходимо. Для лучшей работы с голосом, конечно, подойдет хороший микрофон конденсаторный. Второй момент – это четкое понимание, что мы хотим получить в конечном результате для какого-то того или иного персонажа. Третий момент, конечно, харизма. То есть, если мы даже пишем какие-то атаки, если мы пишем поражения, мы должны уметь отыгрывать это. Вообще, если углубляться, этим занимаются, конечно, отдельные специалисты, актеры, актеры звучания. Зачастую для каждого персонажа подбирают отдельного актера с отдельным тембром, характером. Я лечу, человек! Вообще, в идеале, конечно, лучше смотреть на анимацию и одновременно озвучивать, чтобы попадать в синхрон. Но сейчас мне это тяжело сделать за счет съемки. Ха! 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 Ха незаменимые инструменты, которые нам помогают при работе с голосом. Вот у нас есть, к примеру, такой сэмплик. И первым делом, что нам необходимо учесть, это то, насколько качественно записан вот наш voice. Если у нас возникают какие-то трудности, первым делом по качеству нам, конечно, помогает изотоп rx. Spectral denoise может убрать самые-самые неприятные гадости, которые могут появиться при записи. Чек, 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 чек. И у нас записался, к примеру, подобный шум. Что мы делаем? Мы накидываем Spectral denoise, выбираем участок, который у нас издает больше всего шума, желательно тот, где нету вашего voice. Нажимаем learn, стоп и слышим, что наш noise практически пропал. Вот и все. А голос тем самым остался. Чек, 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 чек. Поехали дальше. Второе, что чаще всего я использую, это штатный pitch shifter. С помощью pitch shifter мы можем создать любой характер, ну как любой, практически любой, поменяв тембр нашего голоса и тем самым создав уникальный voice. то есть если нам нужен какой-то монстр, либо наоборот мультяшный герой, обычная обработка, встроенный pitch помогает нам создать стартовую обработку и задать, скажем так, настрой. Поехали дальше. Следующее, что я люблю, номер три в моем топе, это опять же на основе pitch корректора ухе, от компании ухе, ухбик бандл. У них есть еще такой бандл, пакет, где очень большое количество пресетов, нужных, полезных мне в работе с voice и не только. То есть это отличный инструмент, где можно фантазировать, ковыряться и искать нужную фактуру. Очень часто я его использую при работе в саунд-дизайне. Следующий момент, топ-10 моих плагинов при работе с voice, это тоже изотоп, он же нектар. Если нам нужно поработать с voice, допустим, каким-то закадровым, то есть дикторский голос, либо тот же персонаж, но какой-то диалог, есть изотоп нектар 2, который я использую, и у него есть, соответственно, voice over and dialogue пресеты, которые очень мне нравятся. Но для этого давайте запишем, опять же, пример какой-то, потому что лучше на речи проверять. Дон Педро, ты мой сын. Вот, соответственно, пресеты, которые очень хорошо. Дон Педро, ты мой сын. Дон Педро, ты мой сын. Дон Педро, ты мой сын. То есть это те пресеты, которые вам помогут при работе с закадровым голосом, либо в обработке стартовой, опять же, после того же нойза. Волхал обычный ревер, да, с кучей пресетов тоже. Как страшно жить. Мы пишем voice как-либо нашего актера. И он почему-то очень явно дышит перед определенными фразами какими-то. Что нам поможет? Нам поможет, опять же, компания Изотоп. У нее есть два таких плагина. Ну, по крайней мере, я знаю. Нектар 2 Брев Контрол и Брев Контрол от RX. Брев Контрол я пользуюсь этим плагином больше всего, потому что здесь есть визуал еще. Как это происходит. Как страшно жить. Как страшно жить. Как страшно жить. И нашего вздоха как не бывало. Вот такой вот замечательный плагин. Это номер 6. Следующий плагин, который я хотел бы показать, это Infected Mushrooms Манипулятор. Опять же, очень полезная штука. С кучей пресетов. И так далее. Вот эти пресеты все очень нам помогают тоже при создании определенных персонажей, характера каких-то героев. Монстр, не монстр, может быть просто какой-то злодей. Следующий плагин, который я иногда использую при работе с войсом, но он такой узконаправленный. Это плагин, который работает со стерео базой, Stereo Savage. Частенько я его использую в различных задачах, но если я хочу сделать какое-нибудь широкое, широкий войс, но в данном случае, наверное, для игрового проекта это не актуально. Может быть для какого-то трейлерного ролика. То есть он работает со стерео базой. Вот такая крутая штука, очень полезная, но не только с войсом, а вообще в целом при работе со стерео базой. Следующий топ при работе с войсом это Wave Tune Real Time. Крутая штука тоже, но она больше для, конечно, вокала предназначена. Короче, это отличный инструмент, на мой взгляд, чтобы сделать какую-то тональную обработку. Не обязательно при работе, опять же, с персонажем, но как инструмент для войса очень крутой. Еще одна штучка такая, это King Microphones от Waves компании, который делает определенные вещи такие прикольные. Он эмулирует разные старинные микрофончики. Плагин от компании Waves Kings Microphones. 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 То есть вы поняли, что он делает. Он создает уникальную такую обработку, которая очень похожа на эффект радио, эффект какого-то громкоговорителя и так далее. Ну и напоследок, напоследок это гитарный плагин GuitarX с определенными тоже наборчиками различных пресетов. Я очень люблю крутые здесь обработки. Тот же Pitch, к примеру. King микрофон мы выключим. Очень нравится мне здесь октавер. Также здесь есть очень много классных модуляций, FX, Special FX и Grand Delay крутой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне понравилось. Потому что только комментарии помогают ребятам, которые интересуются звуком, музыкой, увидеть подобные видео полезные у себя в рекомендациях. Вот. Так что все в ваших руках. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok